Ты думаешь, Америка это рай? Ты думаешь, только в Америке найдешь себя? Высокие зарплаты, забота о тебе, образование, работа, высокие пенсии, забота государства, все для тебя. Но так ли это на самом деле? Вот, ребята, загрузили, ну, вернее, я загрузил, загрузил вот такие вот мешки. Эти мешки я повезу в Торонто. Повезу в Торонто, я не знаю, тут у меня есть еще место. Сейчас позвоню, спрошу, если хотят еще поставить пару палетов. Не знаю, тут вот видите, все до конца. Но там есть два места. Посмотрим. Может, еще что-нибудь сейчас возьмем и погнали в Торонто. Я вам забыл сказать, сегодня у нас 4 апреля. Я вот только что заправился в Антарио. Заправка называется Flying J. Заправил полные баки. У меня... Последний раз, когда я заправлялся, это еще было в Виннипеге. Я проехал почти 3000 километров на этих баках. У меня оставалось там меньше, меньше 50 литров солярки. Так что заправился я под завязку. Ну, а у нас тут, как обычно, авария. Пробка. Ядрит Мадрид. Трындец. Ладно, значит, что я хотел рассказать. Значит, заправился я полные баки. В бак у меня помещается 1100 литров. Заправился я первый раз. То есть, за один раз я заправился дважды. Потому что там у них есть какой-то лимит. И на 1494 доллара 83 цента у меня колонка отключилась. И я явно вижу, что это не из-за того, что у меня полные баки, а из-за того, что лимит. В общем, заправился я на 1494 доллара 83 цента. Это было у меня 686 литров. И потом я дозаправил. То есть, не отходя, как говорится, от кассы, я дозаправился еще на 636 долларов 31 цент. Это у меня было 292 литра. По 2 доллара, ну, почти 18 центов. 2 доллара 18 центов. Этой солярки мне должно хватить до Виннипега. И там я уже заправлюсь дешевле, чем здесь. Вот, сейчас я вам забыл сказать, что сейчас я везу этот груз, я его везу в Торонто. Там я этот груз скину, то есть разгружусь. И возьму уже груз, ну, насколько я знаю, насколько мне сказали, я поеду в Калгари. Так что, опять, ну, в общем, Калгари, Эдмонтон. Это одинаковое практически расстояние. В общем, я еду в Калгари. Где будет там потом загрузка, я не знаю. Она вполне может быть и в Эдмонтоне. Этого мне пока непонятно, неизвестно. Вот, но... Сегодня я, вернее, в эту свою поездку я набрал камер. Вот, во-первых, я снимаю на новую камеру Osmo Pocket 2. С специальным микрофоном она идет. И меня должно гораздо лучше теперь быть слышно. Я еще понятия не имею, как оно, какого качества. Но я просто знаю, что должно быть гораздо лучше. Вот. Сзади себя я поставил еще одну камеру, которую я забыл включить. Но я думаю, что сейчас я ее включу в пробке. Я думаю, вам будет интересно посмотреть еще с другого ракурса. Сейчас у меня с собой три Osmo Pocket и три GoPro, которые я тоже расставлю в разных местах. Возможно, даже на бампер впереди, где-нибудь, может быть, на колесо, чтобы она смотрела. Ну и кто его знает, может быть, поставлю, как когда-то я ставил, между грузовиком и трейлером. Тоже, в принципе, интересный ракурс. Можно на крышу ставить. И еще я взял с собой... Еще я взял с собой дрон. Взял с собой дрон. По-моему, погода уже вполне нормальная. Так что будем снимать. Ну, как вы видите, что-то мне никак не везет. С быстрым перемещением по Канаде. Почему-то все время какие-то пробки. Снега нет. Льда нет. Ничего, нормальная дорога. Почему пробка, непонятно. Выходные прошли очень быстро. На выходных мы ездили... В субботу мы ездили к друзьям. Встречались с одним из ребят, с которыми я познакомился в Оттаве. Во время того, как я стоял в конвое свободы. Это русский парень. Ну, как парень. Ну, мужчина русский. Кто помнит, он все время, раза четыре, он приходил ко мне с русским, с российским флэшком. Он все время был. Ну, вот мы подружились. И вчера мы с Катей ездили в гости. Самое интересное еще что. Самое интересное еще что. Интересное то, что докупили мы камеры. У нас есть камеры вокруг дома, которые следят за происходящим, чтобы никто не залез ни во двор, не подошел ни к машине, не подошел к дому. И мы докупили еще одну камеру, которая снимает внутри дома. Там тоже есть детекторы движения. Самое прикольное, что теперь можно смотреть, чем занимается Ула в наше отсутствие. Потому что иногда мы приходим и видим, что Ула что-то грызет. Теперь же, теперь же можно наблюдать, как она это делает. И есть возможность, увидев, на нее прикрикнуть. Потому что камера тоже с возможностью говорить. То есть там есть динамики. Я могу говорить. Я еще, правда, не уверен, если она распознает мой голос. Не знаю, если она распознает мой голос. Но, помимо, если она голос и не распознает, помимо того, что можно говорить, и можно ей сказать, Ула, фу, папа придет, папа будет ругаться. Там есть еще сирена. Такая тревожная кнопка. Ты нажимаешь и гудит сирена. Поэтому вот сирена. На сирену я возлагаю больше надежды. Для того, чтобы, если что, можно было... А так, в принципе, собачка лежит. То на одном диванчике калачиком свернется, то на другом диванчике. Я думаю, в общем, можно даже и вам показать. То есть это я все вижу у себя в телефоне. Есть возможность записать, чем она там занимается. Вполне возможно несколько секунд и показать вам, чем же она там занимается. А, в общем-то, сейчас я вам это и покажу. Вот так вот собака ждет, пока хозяева придут с работы. Она, я думаю, до сих пор так и не поняла, какого фига мы вообще выходим из дома. Ведь дома так хорошо. Вот, ладно, ребята, поеду я дальше. Только я выключил камеру и напрасно. Там была авария. Грузовик... Грузовик был расхерачен, что я не знаю, честно говоря, выжил ли там кто-то. Кабина вообще ее не было. Но я уж не стал. Когда я увидел, уже слишком поздно было. Я уж не стал снимать. Да и... Че снимать там? Не знаю, может там кто-то погиб. Вот. И проехал я буквально там 2 минуты. Проехал я буквально 2 минуты. И вот опять пробка. Здесь уже ремонтируют дорогу. Я не знаю, что они тут ремонтируют. Ну посмотрим, может сейчас увидим. Что интересного еще, ребята, я забыл сказать. Когда я заправлялся, я смотрю, без масок все. А я как дебил в маске. Я спрашиваю, а что? В Антаре отменили? Они говорят, да. Несколько дней назад. Я стащил с себя маску. Прямо так вот. Все, победа. Надеюсь, что скоро и у нас в Квебеке это отменят. Потому что... Слушайте, по-моему тут еще одна авария. А может нет. Непонятно. Да, авария. Та ё-моё. Я не понимаю. Нормальная погода. Смотрите. А, это, наверное, еще с давних времен этот трейлер там валялся. Наверное, с давних времен. Еще с времен, когда была плохая погода. Да, возможно, да. Его только сейчас вытащили. Авария лучше не попадать. Так вот, надеюсь, что отменят и у нас в Квебеке. То есть, в Антарио можно ходить без масок, в Соскочеван без масок, в Альберте без масок, в Британской Колумбии без масок. Один долбанный Квебек остался с масками. Надеюсь, я вот сейчас съезжу, вернусь и тоже без масок. Потому что они меня достали со своими масками. Ей-богу, сил никаких нет. На следующем трак-стопе надо будет остановиться и подтянуть подтянуть страпы на грузе. я когда заправлялся, я подтянул практически все страпы за исключением двух последних. За исключением двух последних. потому что там надо открыть, надо открывать этот тарп, крышу, для того, чтобы подтянуть. Для меня уже утро. Вот я приехал здесь в какое-то депо. депо железнодорожное. В принципе, я думаю, что такие поезда, по-моему, я вам особо не показывал. вот такой вот поезд. Там дальше еще один. А мне надо проехать GPS показывает проехать через это депо, но мне кажется, что, наверное, придется ехать в объезд. Я думаю, придется ехать в объезд. Сейчас посмотрим. мне надо вот видите там то здание. Не уверен я, что проходит именно здесь. Пойду спрошу. Пойду. Продолжение следует... Что-то они в масках. Тут уже все поотменяли. Ну, я так и думал. Я так и думал. Потому что... Ну, оно было очевидно. Было очевидно, что это не здесь. Ну, в любом случае, хотя бы локомотивы показал вам. Да, я так и думал. Нормально, тихо так переночевал здесь. Хрен его знает. GPS показывает, что попало. Но... Поедем так, как сказал мужик. Налево на Victoria Street. Потом еще раз налево. Кстати, это какие-то... Это поезда, которые я никогда не видел в других регионах Канады. То есть, я не видел, чтобы эти поезда приходили в Монреаль. Я их не видел на железной дороге в Соскочеван. То есть, это что-то, если я не ошибаюсь, а я думаю, что я не ошибаюсь, что-то, что ездит только по Онтарио. То есть, это электрички. Хороший такой заводик. Вот такой вот у них балкончик. Хороший такой заводик. Ага. Так, так иди. Чего ты выступил? Хорошо. Пусть гордость. Хорошо. В общем, конечно... Пока не совсем понятно Зачем мне Loading DAX Ладно А может и правильно Ну, она же, наверное, должна знать Как вы думаете И поймешь Куда теперь? Наверное, надо каску будет одеть Куда теперь? Твою дивизию Так, ну, в общем Я таки нашел Хоть кого-то, кто Здесь что-то понимает Разбирается Он мне объяснил Ой, а так тут черт голову сломит Смотрите, какие у него колеса Что-то я не понял Это у него цепи такие Все, ребята, разгрузились И поехали дальше Ну, а вы пока посмотрите на завод Наверное, интересно посмотреть Как выглядят канадские заводы На мой взгляд На мой взгляд, завод как завод Но Кто-то 100% может подумать О том, что канадский завод Чем-то особым отличается От, скажем, российского На мой взгляд В общем Мой взгляд я говорить вам не буду Сами решайте Отличается, не отличается Порядка какого-то там чистоты Я тут не вижу Ну Наверное, на заводе Такого и не может быть Фух Так Ей-богу, непонятно Где здесь Выезд Наверное, все-таки он был там Потому что там Написано Экзит там Отчет Надо было туда поехать Ну ладно Выйдем так же, как и въехали Я думаю, там выезда есть Лежачие полицейские тут Можно подумать, что тут сильно разгонишься А здесь перед нами Какой-то отстойник Видите, там какая-то жидкость Что-то тут очистные, наверное, сооружения какие-то Что-то они тут очищают Непонятно Температура воды, наверное, большая Потому что есть пар В общем, купаться там нельзя Однозначно Тама-то Так А здесь Та-то 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 грузовик самосвал выезжает значит и мы выйдем и никто нас ругать не будет все сейчас на на базу там надо подшаманить трейлер как я сказал там кое-какие лампочки габаритов я сделал после этого сзади там еще оборвались провода и это надо починить mt это надо починить гараж я по поводу своего грузовика я решил не идти потому что советовался там с механиком сказали мне показали те места откуда могла бы быть течь вот и там нету каких-то резиновых шлангов которые нужно менять там какие-то в общем есть там несколько мест но скорее всего там резиновая прокладка если она этой жидкостью забилась и не протекает значит значит лучше не трогать потому что там довольно приличных денег будет это стоить разбирать поэтому я решил по советам специалистов не просто водителей а вот как я сказал мы были в гостях и там был еще один механик он посоветовал дай мой механик тоже самое дал мне совет не лазить туда так что под шаманем трейлер и все и вперед на калгари ладно ребят на этом я закончу свой репортаж давайте всем пока с уважением к вам бен а а